Добрый день уважаемые трейдеры, с вами я Николай Еремеев и сегодня хочу вам рассказать об одной сделке по евро-доллару, которая позволила заработать мне что-то порядка 480 пунктов в течение буквально одного торгового дня. Сделка основывается на той же самой торговой системе, которую я вам уже показывал, то есть моя новая торговая система Форусловая группа ГАН, вторая версия. Сделка была у меня внутри дня, но при этом весь анализ мы должны также как и торговую внутри дня проводить, начиная с дневного графика. Вот на что здесь хотел бы обратить ваше внимание. Смотрим мы всегда дневную графику. Что мы видим с вами по дневному графику? Дневному графику у нас с вами есть фрактал Мандельбротта, по которому видим, что движение вниз оно еще не закончено было. То есть я хочу вам рассказать про разделку, которая была у меня в пятницу, про этот бар. Почему именно его нужно было продавать? У нас идет хорошее нисходящее движение вниз, цикл вниз идет. Тот выброс, который был у нас на президентских выборах, он всего-навсего подтвердил, что движение вниз будет продолжаться, потому что отбой четко от коллекционного уровня произошел. По объему тоже у нас однозначные продажи. Этот бар сказал, что у нас будут продажи еще долго, потому что хороший хвост продаж у него. Закрылся он тоже по низам. Вот в общем все красиво было на продажу по дневному графику. Ближайшая ориентировочная цель на продажу у нас стояли на уровне 1.08.14, 1.07.44 и 1.06.64. То есть по дневному графику у фрактала у нас однозначные продажи. По четырехчасовому графику у нас сформируется новый цикл нисходящий, то есть восходящий цикл своего движения завершился, и у нас будет нисходящий цикл. Ближайшая цель нисходящего цикла 1.06.79, 1.06.26. То есть еще движение вниз будет продолжаться. После того, как мы с вами определили, что движение вниз у нас является приоритетным, мы переходим к точке зрения зоны и более детального анализа по часовому графику. По зонам у нас есть хороший отбой от зоны максимальной коррекции. Как видите, цена выше нее не закрылась. Одна и чем приоритет будут продажи до следующей зоны 1.07.70, вот месячная зона. С точки зрения часового графика у нас тоже все красиво, идет хороший нисходящий цикл. По этому нисходящему циклу мы должны были однозначно только продавать. Ближайшая цель по фракталам у нас располагается на уровне 1.06.81, 1.07.68 почти уже взята. С точки зрения зоны у нас тоже движение вниз последовательно идет, то есть пробили недельный уровень, взяли цель, полтора недельных уровней взяли, пробили, затестировали. Следующая цель у нас месячный уровень 1.07.03. Туда мы и держали бы наши продажи. После того, как мы с вами все это дело персонализировали, мы с вами легко могли поискать точки входа по индикатору ВПР. Как это можно было сделать? Мы с вами, зная, что приоритет у нас находится на продаже, мы с вами будем только продавать, то есть находить вершинку и ее продавать. Как вершинку находить? Индикатор показывает точки перекупленности и перепроданности. Мы ищем с вами только точки перекупленности для того, чтобы войти в продажу. Смотрим. Индикатор в зоне перекупленности. Ищем в продажу. Вошли в продажу, стоп-лос вот здесь. Стоп-лос здесь всего 9 пунктов, то есть практически нет ничего. Смотрим следующую вершину. Вот она, следующая вершина. Что у нас по ней? По ней тоже у нас есть вход в продажу. Тоже здесь вошли, потому что вершинка показывает перекупленность, мы имеем право продать. Следующая вершинка. Ну, эта вершинка, честно говоря, не успела здесь, потому что график, который у нас двигался, двигался, тоже отвлекали. Я взял вот эту вершину. Пусть она не в зоне перекупленности, но вершина есть, она понижающаяся, почему ее не взять? Следующую вершину тоже мы отмечаем, мы тоже ее берем. То есть мы хорошую можем с вами пирамидить сделку по тренду, беря каждую-каждую зону перекупленности. И тем самым мы с вами легко можем набрать очень хорошую, интересную позицию. Вот смотрим дальше. Вот этой сделки тоже не успел взять, хотя их тоже по большому счету можно было взять. Тоже эту вершинку тоже берем, тоже отсюда продаем. То есть я брал просто с рынка. То есть видел вход в зону перекупленности и оттуда продавал. Потому что тренд глобальный идет вниз, и ничто этот тренд остановить не должно было. А стоп, который расположен по 9 пунктов, это практически нет ничего, и риска серьезно с собой несет. Что позволяет ходить достаточно хорошими уверенными лотами, вот и на этом нормально зарабатывать. Вот все мои были точки входа здесь. Так, сделка была на 3 дня, в пятницу я эту сделку покрыл. Вот давайте теперь посмотрим, посчитаем, сколько здесь я сумел заработать на этом движении. По первой сделке у меня плюс 98 пунктов. По второй сделке у меня 90 пунктов. Дальше у нас, смотрим, следующие две сделки. Это у нас 56, 50. Так, и еще было три сделки у нас. 63, 68 и 67. Так, теперь осталось нам с вами по суммировать, и посмотрим, какой итог у нас получился. 98 плюс 90, плюс 56, плюс 50, плюс 63, плюс 68, плюс 67. Итого, мы с вами получаем итог по этой сделке, итог плюс 492 пункта. Считаю это очень неплохим результатом, потому что сделка внутри дня, и внутри дня удалось, с учетом пирамидинга по тренду, заработать вот такую интересную сумму в пунктах. Если мы будем переводить ее в доллары, то даже минимальным лотом 0.01 мы тут с вами будем зарабатывать 50 долларов практически с депозита. 0.01 это можно даже торговать со 100 долларов. То есть 50% можно было сделать с депозита 100 долларов. Если бы это было у нас 1000, то, соответственно, это было бы 500 долларов. Вот такая вот интересная система. То есть определили с вами направление глобальное на дневном графике, и после этого благополучно с вами вошли по тренду на графике. На минутном или пятиминутном находим с вами зоны перекупленности, и оттуда мы красиво продаем и набираем в себе хорошую позицию. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. Всем побольше прибыльных интересных сделок.